Царь начинает себя вести неадекватно. Нарять в историю опасно. Это неоднократно демонстрировал Владимир Путин. Это по степени рисков для жизни примерно то же самое, что попробовать спасти свою стиральную машину где-нибудь в Оренбургской области. Где Оренбургская область, она утонула. Так вот, значит, Владимира Путина там на болотах частенько любят сравнивать с каким-то там царем. Он хочет быть похож на Петра Первого только на каблуках. Но получается, что историческая аналогия, она ближе к Ивану Грозному. И об этом начали прямо говорить в эфире российского государственного телевидения. Об этом говорит вся вот эта вот шобла Соловьев и его помет-команда. Каждый российский гражданин, наверное, думает, а как же так? Настоящий ли царь? И почему так происходит? Почему вместо того, чтобы спасать свои регионы, все силы брошены на то, чтобы уничтожить Украину? У меня есть мнение. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем вещи здесь своими именами. И главный вопрос, который меня интересует, действительно, а адекватный ли российский царь? Почему к нему не допускают психиатров? Почему его интересует только смерть и уничтожение? А, простите, не только смерть и уничтожение, еще и затопление. Но затопление в меньшей степени. Значит, на конкурсе адекватности получается, что на Лукашенко, это, соответственно, конкурент Владимира Путина по диктаторским всяким этим делам, по адекватности Александр Григорьевич с разгромным счетом выиграл Владимира Путина. А все почему? Потому что он ждет французов. Ждете ли французов вы? То есть, если бы мы с Ивановым вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. И она заминирована полностью, забетонирована. И 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе. Ну, они хотят на фронт туда бросить, против России, а здесь французов поставить. Мы ждем. Я тоже жду. Хотя, мне кажется, отправка 120 тысяч французских штыков в Украину пока выглядит малореалистично. Значит, на Лукашенко сливается. Тут важно посмотреть на физиономию Павлика Зарубина, который так привык вылизывать Владимира Путина, а тут приезжает товарищ из Минска и говорит, нет, он неадекват. Мы не можем преодолеть украинскую границу. И в некотором роде, мне иногда даже кажется, что Александр Игоревич, он преувеличивает. Нет, у нас там и минные заграждения, и бункеры, все там построено. Получается, что реализованная на практике идея отгородиться от безумных соседей, она работает. Александр Григорьевич, он теперь занят тем, что охраняет западные границы союзного государства. От кого? Ну, конечно же, от агрессивной Литвы. Там все живут и только и думают о том, как бы присоединить Кемскую область. Хотя, кажется, это не оттуда. Значит, что произошло за последние 12 часов? В некотором роде можно сказать, что лед тронулся. Он тронулся и на российских реках, лед, на которых сносит все на своем пути, но и в американской политике. Вчера Дональд Трамп провел пресс-конференцию с Майком Джонсоном, и по большому-то счету он заявил о том, что, ну да, пора разблокировать военную помощь Украине. Поиграли в внутреннюю политику выборы, и все равно решение нужно принимать. Конечно, они там еще будут долго переливать эту воду, желательно эту воду переливать в районе реки Урал, так, чтобы было веселее. Но факт остается фактом. Да, там пакет будет предоставлен по идее Трампа на условиях кредита, но мы находимся в той ситуации, когда выбирать на самом-то деле не приходится. Посмотрим, когда дедушки там разберутся в своих соревнованиях с друг с другом, кто из них лучше реализует на практике идею «Make America Great Again». В любом случае, Трампа и Штаты, ну это традиция такая российская, но Трампа в первую очередь понемножечку начинают проклинать. То ли еще будет. Хочу сказать, что США – это вообще реинкарнация худших вообще черт, которые только были в Британской империи. Самых циничных и вот все, что делали Соединенные Штаты. Мне ощущение, что вы их не любите. Не люблю, вы знаете, вот не люблю. Не люблю я Америку, не люблю я американцев. Внутреннее ощущение, что… Да, не люблю. Почему вы их не любите? Да, сильно не люблю. Удивительное дело. Американцев, Штаты в целом они не любят, но работает это как-то очень выборочно. Америка зло, а вот продукция Apple, и не только Apple, им почему-то не мешает. Обвешиваются новыми американскими гаджетами и рассказывают, как бы неплохо было бы долбануть по Соединенным Штатам. Есть ли здесь какое-то противоречие? Давайте долбанем. Вот мы с вами просто сейчас, в 21 веке, мир подошел к той ситуации… Когда надо долбануть? Я не говорю, что надо долбануть. Но подошел к той ситуации, когда сегодня уже стоят условия. Либо мы вообще существуем как нация, как государство, либо мы не существуем. Все, вот дошло до этого. Пока помет, и его команда думает об ударе по Соединенным Штатам в самой Рашке, но все как обычно. Плывет, тонет, и многим это нравится. Мне нравится. Убежден, что вы тоже не скорбите. Дело в том, что в этой Оренбургской области и не только происходят прекрасные мероприятия. В некотором роде там открылся второй фронт, беспощадный. И по секретному указанию Владимира Путина там даже начали строить альтернативную морскую, нет, пресную линию Суровикина. Там появились прекрасные зубья в дракона, которые воодушевляют. Так оно и будет. Возникает вопрос, а почему, почему людей, которые живут на территории Рашки, так сильно увлекает война? И настолько наплевать на то, что происходит у них дома. Мы всегда выигрывали в итоге, только, конечно, через войну. Да, но почему мы все время пытались уйти в них что-то, хотя там ничего не было? Слушайте, Владимир Владимирович сказал, я главный вывод, который... Владимир Владимирович сказал, главный вывод. Русский условно. Владимир Владимирович Манничелла, он транслирует один тезис. Не отвлекайте меня, пожалуйста, своими этими водными процедурами в Орске и других городах Оренбургской области. Я хочу заниматься войной и геополитикой. А то, что Орская область... Орская... Оренбургская область, город Орск, ну что с ними произошло? Они утонули. Такое в истории российского государства уже было. А вообще российский телевизор работает прекрасно. В любых ситуациях они начинают бороться с НАТО и делать что? А? И цитировать идеологического папу Владимира. Адольфа. Адольфа Гитлера. Один художник, которого не приняли в Венскую академию, лучше бы, конечно, они его приняли, по поводу блоков сказал такую еще фразу. Военный союз, который не предназначен для немедленного вступления в войну, аморален по своей сути. Ну, в общем-то, правильно, по большому счету. Торопит ходоренок НАТО. Торопит французский легион. Иностранные не только. Говорят, ребята, помогайте больше Украине. И что вы думаете? Сегодня в Луганске что-то произошло. Прилетели какие-то на ракеты. Таурус его знает какие. Но почему-то местная оккупационная администрация и их коллаборанты действительно задались вопросом. А может это Таурус? Может Таурус? А может какие-то на ракеты, которые являются друзьями Тауруса? Скальпы? Ну или Штормшедоу? Наша задача какая? Уничтожать российских оккупантов в тылу. А лучше всего это делать еще до пересечения украинской границы. Но вот эта вот история с полковником Ходоренком, который когда-то был достаточно адекватным человеком, пока на него не наклали нацистское заклятие, он тут вспомнил молодость. Вспомнил, когда в начале 90-х годов над ним издевались украинские офицеры. И унижали полковника. И возможно поэтому он примкнул к команде помета. Но я вот несколько сменив систему координат, расскажу о 1992-м годе, когда еще существовал так называемый штаб объединенных вооруженных сил СНГ. Поскольку я в этом штабе находился в то время, я могу сказать, что вот украинские офицеры и генералы, которые пребывали там на сыщание, принимали участие в заседаниях, вели тогда исключительно политику, направленную на срыв любого возможного договора, соглашения, любого документа. Вот все проекты документов, которые впоследствии стали там какими-то соглашениями, все подписаны участниками государствами СНГ на месте Украины пустое место. Более того, в частном порядке они так говорили нам. Это я слышал собственными ушами. Ну типа вы, ребята, не рассчитываете на то, что еще совершенно недавно мы служили в одной армии, заканчивали одни и те же вузы, там сидели за одной партией. Если вы на этом будете строить расчеты, что они вам помогут в заключении с нами каких-то договоренностей, вы глубоко ошибаетесь. То есть с самого начала, с самого начала был взят курс на разрыв. И они вот этой линией держались все время последовательно. Год от года все это нарастало. Ничего не подписывали, ни в чем не собирались участвовать. Проводили вот такую исключительно абстракционистскую политику. Ну с самого начала, вот, ну с самого начала политика была направлена на то, что ничего общего, полный разрыв. А потом еще более того, значит, вели себя очень дерзко, свысока. Там как будто они, ну я же все это, я же все это вспомню, слышал собственными ушами. Ну а что касается наших дел, опять-таки. Что не мешало нашей политической власти с ложечки кормить их деньгами. А последние 25 лет этой политической властью в России является кто? Владимир Путин, которого действительно сравнивают с Иваном Грозным. Тут нужно отметить, что Ходоренок очень много высказывается о том, что вот такая Украина, она такая неэффективная, она такая глупая. И что она сделала? Она до вторжения в 2014 году все время сокращала свою армию, продавала свои самолеты, танки. У нас все было построено на конверсии и разоружении. И я вот себе думаю, если мы в течение многих десятилетий вели себя вот примерно так, да, странно разоружаться, когда рядом такая безумная сила, но с большой вероятностью это говорит о том, что Украина не собиралась, не хотела, не думала, кстати, по своему скудовому умю, что будет война, и каждый российский гражданин в Орске и не только, в резиновой лодке и пока еще в своем сухом доме задается вопросом, а может быть, зря мы это все затеяли? Ладно, раз экскурсы в историю неизбежны, тогда эти экскурсы нужно возглавить. Давайте разберемся, что случилось с царем, ну или нет с царем, почему он неадекватен, и можно ли это лечить, и чем это, собственно говоря, закончится, в том числе для России. Ведь Владимир Путин так любит вот эти вот исторические уроки, он понимает, и это надо понять россиянам, что история повторяется. Вопрос только, кто доктор? Маленький исторический пример из аж времен Ивана Грозного. Где-то в 1570-м, около того года, ко двору к нему прибывает английский лекарь, ну, Бромелий, Бромелиус, Елизи Бромелиус, у нас Елисей Бромелия его называли. Спустя короткое время царь начинает себя вести неадекватно. И вот на этом месте нужно срочно проверить ближайший круг Владимира Путина, врачей в первую очередь. А вдруг они завербованы? Вдруг они делают так, чтобы исполнить волю китайского руководства, чтобы через войну с Украиной, с Западом, как они говорят, ослабить Россию, утопить Россию не только в воде из реки Орск, но и в собственной крови, и в нашей крови, чтобы потом китайские братишки приехали на своих новых электрокарах и сказали, ну, раз вы не можете навести порядок на этой земле, то мы вам поможем. Мы должны защитить китайскоговорящее население. Что-то с ним, вот почему мы знаем из нашей истории царя, как бы подменили Ивана Грозного? Значит, в 1963 году происходили, не раскопки, а были вскрыты гробницы Ивана Грозного, и останки изучались. В 2600 раз было превышение против нормы содержания ртути, вот в том, что оставалось. То есть, понимаете, шло отравление, а действие ртути – это депрессия, это неадекватное поведение и самое главное – нарушение вообще генетических возможностей наследования, скажем там, производства наследников. Ну, скажем, вот так вот, что ученые говорят. То есть, что в итоге мы получили? Мы получили конец династии, мы получили смуту, мы получили на многие, почти на сто лет отброшенную нас в цивилизацию. Детский вопрос. А зачем лекаря слушал? Мудозвон обдительный, он понимает, чем это все пахнет, на кого сейчас брошена тень самим Иваном Грозным. И, конечно же, Владимир Рудольфович, он вообще хотел бы заменить у Путина всю обслугу, чтобы он не только ласкал своим языком уши маньяка, но и ставил ему уколы, банки, ну и горчичники. Но вот эта вот тема, что царя отравили, и в результате этого будет смута на целые поколения, столетия, десятилетия, эта мысль интересна. Ну а пока, пока они думают, что царь еще какое-то время протянет, пытаются развенчать злой Запад. Там же всегда врут, правда? Руга не обходилась, но мы же знаем, что всегда было в бэкграунде, в базе этой цивилизации. Политические убийства, включая отравления, ложь, ложь на голубом глазу, мы этот каждый день с вами сталкиваемся. Напомните мне, в какой стране убили Немцова и Навального? А, это была Рашка? Ну и неадекватный царь. Ну и по поводу лжи завершая, это прекрасное праздничное видео. Праздничное для потопленных регионов. Оказывается, местное население, население Рашки прекрасно знают, что Раша ТВ занимается враньем. Кто бы мог подумать? Но если они врут по поводу высокого пляжного сезона в Орске и округе, то, может быть, они врут и по поводу Украины? Для страховки вас заставляют фотографировать, снимать дома, именно когда затопленные дома. Да, мы вынуждены, мы вынуждены нам страховки. Вынуждены идти в эти дома, мокрые дома, вынуждены дома идти. Никто ничего нам не помогает, никакой техники, никаких спасателей, никого, все сами. Ложь. Сегодня выходило интервью по России. Мы приглашали журналистов, в надежде, что нам наоборот как-то помогут, чтобы нашу ситуацию просветили, дать огласку. Потом, когда вышло интервью, у нас был шок, ложь. Все, что они говорят, это ложь, потому что они говорят даже, что никто не эвакуировался, хотя я лично сутки в школе была, я ночевала в школе. И кто-то после этого скажет, что Путин адекватен. Нет, диагноз поставлен верно. Ну и перспектива Российской Федерации. Мы же надеемся на свои силы, на помощь наших союзников, на свое и западное оружие, но и в первую очередь на нашу страну и на нашу армию. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Слава ЗСУ! Украина была, есть и будет. А Оренбург, Оренбург, все, утонул. И это нормально. Пока!